И кто ничего здесь не делает абсолютно грязь и бардак везде Это вот сарай И сараями люди до сих пор пользуются? Конечно Аквапарк, да? Да, местный аквапарк Это все у меня во дворе, все это хлюпается, воняет, вонь Не просто плохой запах, вонь Это все у нас Здесь у нас вот табличка есть, посторонний вход воспрещен, опасно для жизни Ну тут табличка практически не видно А у вас никто в яму это еще не падал? Пока еще нет, мы за детьми смотрим Мы звоним в эту, как она называется, компания, которая вывозит твердые отходы Они нам сказали, а мы не вывозим, потому что нам не перечисляли Экотранс Да, экотранс Как нам можно было, мы платили за все, но нам ничего не делали То есть эта управляющая компания должна была перечислить экотранс в ваши деньги? Да, да, да Из этого колодца все содержимое выходит наружу и издает ужасный запах Как вы проветриваете свою квартиру на первом этаже? Да как, практически не открываем окна Когда запаха такого нету, чтобы уж сильно, тошнотворного, тогда мы открываем Но основном вечером, когда уже прохладно на улице, тогда Трубы у нас разрушаются, лестницы рушатся, крылечки рушатся Это не только управляющая компания, здесь муниципальных территорий полно, которой они занимаются Те же вот лестницы и дороги Здесь вообще никто, ни за чем не следить Уже говорили жители, что даже мусор не убирает никто Вы обращались в партию «Единая Россия», которая относится к Щеглов? Нет, никогда не обращался и тоже не вижу никакого смысла Он это все знает и видел Если бы он хотел как-то разобраться, он бы разобрался Я не вижу смысла какого-то к нему обращаться Вот очередной колодец перед выгребной ямой, который забился Все это стекает со всех сорока квартир к нам во двор Ну, народ у нас, конечно, мы-то потерпим Ну, а сколько можно терпеть? Так что ждем в гости Вячеслава Владимировича Если не получится, у него будет тогда Путина, наверное, обращение писать Если у него не выходит ничего 21 мая я получил очередной ответ из администрации от дама мэра Никипелого По поводу проблемы с канализацией на улицах Красных, Партизан и Первомайской Жителям обещают, что в июне пройдет конкурс И компания все-таки управляющая будет выбрана И еще один вопрос, на который я получил ответ в моем обращении Это, что здесь будет устроена организована система водоотведения в 2021-2022 годах Но вот что делать жителям до этого времени, пока не ясно Как здесь можно жить, особенно летом, открывать окна и прочее На этот вопрос ответа нет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok